Значит, обращаю внимание, следующий бросок все зависит от того, какие у вас мышцы находятся на голеностопе. У меня в какой-то момент оно было травмировано, я перестал это делать, поэтому поменяем стоечки. Андрей заходит не в ножки. Да, я, соответственно, вот этой ногой, ты вставь ногу сюда свою, вот делаю. Он пытается меня бросить. То есть я что предлагаю сделать? Попробуем сейчас. С учетом того, что у меня сильные мышцы на правой ступне, но сам таз у меня травмирован, да? Попробую сделать. Значит, ваша задача. Берем рукой за пояс обязательно. Ножку чуть отопырили. И ваша задача за счет вот максимального втягивания вашей стопы вокруг его ноги и за счет руки пытаемся поднять его на себя и довернуть. То есть у меня получилось на правую. На левую получится то же самое. Пошел. То есть раз, как обычно делают. Ну, это только для Влада я сейчас показал. Вот я уже сустав заболел. То есть ножку взяли за пояс его. Фишка. Давай на другую. Ну, все поняли. Тянем его на себя. Вот задача. У вас получится этот бросок только в том случае, если вы его за счет вот этой ноги просто поднимете. Андрей, убери ногу. Вот, убери про другую ногу. Ну, нет, вот, вот. И сюда переворот идет. Только за счет этого. Если вы просто вот это сделаете, у вас не получится. Он должен у вас быть в воздухе. В воздухе. О! Я сейчас не довернулся. Поняли фишку? Вот, это ваша нога. Уйди. Вот вы взяли. Вот его обхватили. Поднимаете его и переворачиваете, естественно, не в эту сторону, а в ту и на него. Пробуем по очереди. Это такое ознакомительное 5 минут. Работаем по очереди. Все тоже. Сейчас не надо. С двоечкой просто аккуратно вошли. Ножку зафиксировали и отсюда пытаетесь бросить. Кто? Кого бросают, поддаемся. 5 минут.